Не прошло и недели с первого заседания городского совета, как депутаты снова собрались вместе. В этот раз на внеочередную сессию. Расставляли точки над «э» в финансовых вопросах уходящего года и готовили почву для принятия бюджета на следующие. Подробности у нашего корреспондента. Три сессии за две недели. Похоже, депутаты городского совета слишком долго ждали своих полномочий и теперь наверстывают упущенное. Сегодня они собрались с целью благополучно закончить финансовый 2010 год. Чтобы закрыть счета, заплатить зарплату работникам коммунальных предприятий, активно корректировали бюджет, изменяли программы, перераспределяли дотации. Так срочно собраться надо было, чтобы войти в Новый год не только с бюджетом, но и с деньгами, говорит заммэра Валентина Малыш. Поскольку у нас будет утверждение бюджета 29 декабря и мы, соответственно, не успеем подготовить все эти документы, поэтому это решение подготовлено в рамках действующего законодательства и даст нам право проводить финансирование в январе месяце. О бюджете будущем сегодня говорил и городской голова Александр Син. Из поездки в Киев он привез две новости о деньгах. Первая хорошая. Плюс 10 миллионов к бюджету города. Практически успели в уходящий вагон, говорит мэр. Мы успели в последний день внести пропозиции. Мы понимаем, что 10 миллионов для места Запорожья – это очень серьезная цифра, потому что это, например, бюджет управления житлового господарства, речный бюджет, который мы финансировали в этом году. Вторая новость плохая. Увеличение финансирования запорожских мостов добиться не удалось. Сумма осталась та же – 200 миллионов. Из Киева привезли только обещание премьера добавить денег позже, после пересмотра бюджета. В общем, сессия прошла ровно. И только одно замечание от нового мэра немного разладило ее стройное звучание. Хочу сделать зауважение аппарату, что готовят сессию Минской Рады. Нужно начать с того, что звучит гимн Украины. И мы, потому что это не какая-то приватная вечерка, это официальный захват. Поэтому я прошу следующего раза, чтобы сессия открывалась, закрывалась, соответственно, гимн Украины. Слушать гимн Украины депутатам придется уже 28 декабря. Накануне Нового года они соберутся на свою третью сессию, где кроме бюджетных вопросов будут рассматриваться и кадровые, о структуре исполкома и заместителях мэра. Редактор субтитров А.Семкин